Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия, информационная программа «Республика» в студии Ольги Пырочкиной и сегодня в выпуске. За любовь и верность награды получили 15 семейных пар Чувашия. Снять барьеры. Совет по улучшению инвестиционного климата обсудил планы работы. А Россия вперед! В «Республике» открываются новые футбольные поля. В Доме правительства обсудили меры по улучшению инвестиционного климата. Для упрощения процедур ведения бизнеса разработаны целевые модели. Какие показатели необходимо улучшить властям республики, узнавал Дмитрий Ковалев. На заводе «Хевел» приступают к выпуску двухсторонних модулей, которые прослужат дольше и увеличат мощности электростанций. Это один из импортозамещающих проектов. Инвестором предприятия выступает корпорация «Роснано». Мы ищем комплексные решения, как по производству, по локализации. Приглашаем сюда достаточно серьезных лидеров вообще мировой индустрии в области ветра, солнца и так далее. Они успешно конкурируют с нашими, наши успешно конкурируют с ними, взаимообогащаются опытом в этом процессе. И таких проектов должно стать больше. Зеленый коридор для инвесторов открыт в Канаше. Муниципалитет получил статус территории, опережающего экономического развития. Власти республики и города готовы предоставить предпринимателям немало преференций. Мы рассчитываем, что резиденты, которые на сегодняшний день представили свое предложение, смогут привлечь небюджетные источники и могут открыть там высокотехнологичные производства. Поэтому обращаю внимание организаций банковских структур. Здесь, конечно, у вас свои правила, но здесь правила должны быть направлены прежде всего в пользу оказания предпринимателям. Но большинство муниципалитетов сейчас испытывает дефицит в инвестициях. Отвечать за улучшение инвестиционного климата и руководители ведомства и власти на местах будут персонально. Потому, насколько комфортно станет работать предпринимателям, в правительстве региона намерены оценивать и деятельность управляющих команд муниципалитетов. Во многом именно от них зависит, какие позиции в национальном рейтинге займет республика в следующем году. Глав муниципалитетов призвали к ответу. Михаил Игнатьев отметил, что руководители на местах должны выявлять болевые точки и снимать возникающие перед бизнесом барьеры. По поводу структуры и по инвестпроектам, которые мы сейчас непосредственно создаем команду в городе АлатРа, мы создали совет предпринимателей. Разрешение на строительство за сколько дней выдавали при надлежащем оформленном представлении материала? Максимально у нас 65 дней, но если весь комплект они принесут, за 7 дней мы выдаем. Все присоединения мубкоммунальной сети, из них половина в электронном виде, будем вести разносительную работу с предпринимателями, для того, чтобы 100% в электронном виде подавали. Электронная площадка – одна из действенных мер поддержки бизнеса. Количество онлайн-услуг растет. Уже 15 услуг регион Республиканского и муниципального уровня переданы в электронный вид. В личном кабинете всех наших услуг подаете в электронном виде, вы полностью можете отследить как сроки, так и соответственно действия по этим процедурам. Но и бизнес требует больше. По последним опросам предпринимателям стало сложнее получить документы на строительство и подключение к сетям. Для улучшения показателя, у меня необходимость сегодня ресурсникам проанализировать схему тех присоединений. Но 55 дней сегодня не устраивает бизнес уже, как мы видим. Сегодня, кроме всего этого, национальный рейтинг еще увязан. Вы знаете, что с целевыми моделями, целевые модели регулирования правоприменения. И обращаю внимание, что сегодня достаточно, вы видите сами, что высокой конкуренции. Сильные стороны, которые позволили нам удержаться в десятке лучших, это показатели по эффективности регистрации юридических лиц и по времени регистрации прав собственности. Национальный рейтинг, когда по тем опросам анализируется, оценивается, проводится без участия чиновников. Это оценка, прежде всего, предпринимательского сообщества. Для бизнеса продолжат создавать благоприятную среду. Реализовать инвестиционные проекты должно стать проще. Ключевые задачи сокращения количества документов и срока ввода объектов. В это воскресенье, 8 июля, россияне отметят один из самых молодых праздников – День семьи, любви и верности. Сегодня орденом за любовь и верность наградили пары, которые прожили в браке больше 50 лет. И жили они долго и счастливо. Это про них. 15 супружеских пар сегодня получили награды за любовь и верность. Нина и Вячеслав Игнатьевы познакомились в 1965 году. Сейчас у них четверо сыновей, 9 внуков и одна правнучка. Вы помните, как познакомились с супругой? А как? В соседней деревне. У нас деревня рядом, через речку. Вот, с другом пошли как-то. Она одна идет, я один. Встретились. Вроде ничего показалось мне. Ну, я и говорю, можно вас проводить, пожалуйста, но отказа не было. Вот, с тех пор. Надо уметь прощать. Бывают недоразумения, частенько бывают в первые годы. Надо уметь прощать и стараться понимать друг друга. Это самое главное. Первый раз День семьи, любви и верности отметили в 2008 году. А вам что больше нравится? День святого Валентина или День семьи, любви и верности? День семьи и любви и верности. Почему? Ну, потому что я люблю свою семью больше всего. Я считаю, наш праздник лучше. Он, во-первых, в такое прекрасное время, летом, когда ягоды первые созревают. А ягоды с чем можно сравнивать? Ягоды – это, прежде всего, дети. И... Каждая пятнадцатая семья в Чувашии является многодетной, отметил Михаил Игнатьев. На поддержку детей и семей в республике ежегодно тратится больше 8,5 миллиардов рублей. В этом году практически 12 ясельных групп уже будем строить. И у родителей появляется возможность своих детей в возрасте 2 месяца отправлять в ясельные группы. В церемонии награждения и концерт вели сегодня Дмитрий и Анна Вереяловы. Они поженились пять лет назад, как раз в День семьи, любви и верности. Дим, за что Аня понравилась? Эээ... В смысле, когда мы начали... Почему вы думаете, что... Ну... Хороший вопрос. Просто им понравилось, как бы, ну, она такая, как есть, и вот... Интересно, интересно, красивые глаза, там за остроумие, скажи, что-нибудь такое, за высокий рост, за ноги... Вот за это и понравилось, вот. Я считаю, что в России нужно отмечать День любви именно 8 июля. Это особенно, это по-летнему, это ромашки, это хорошее настроение всегда. Мы поздравляем ребят с годовщиной, а все российские семьи с прекрасным праздником. Ольга Пырочкина, Игорь Зверев, Республика. В Чубаксарах состоялось первое заседание Общественного Совета. Идея его создания появилась несколько месяцев назад. В составе Общественного Совета 15 человек. Представители Общественной палаты Чуваши и других объединений. Активные горожане. Основной вопрос повестки дня – выборы руководящего состава Совета. Прошу членов Общественного Совета, исключительно членов Общественного Совета, проголосовать. Кто за? Единогласно. Председателем стал Николай Гаврилов. Герой России, почетный гражданин Чуваши и Чубаксар. Я приложу все свои знания, умения, навыки для того, чтобы наша работа была полезной, была конструктивной. Чтобы и власть нас любила, и народ нас уважал. Это зависит от всех нас. Заместителем выбрали Николая Голубцова, председателя Президиума Общества в защиту прав потребителей. Перед молодой организацией уже стоит ряд задач. К примеру, необходимо сформировать рабочие группы по различным направлениям. Членами Общественного Совета будут сформированы ряд ключевых вопросов, проблемных, которые они видят в работе муниципальных служб. Основываясь на мнениях жителей города, Общественный Совет города Чубаксары, это еще одна возможность жителей города донести свое мнение и постараться, чтобы это мнение было учтено, для того, чтобы наш город с вами был более благоустроен, более комфортен для проживания. Прозрачность и открытость работы органов местного самоуправления – одна из целей создания Общественных Советов. Они работают во всех муниципальных образованиях республики. Нам очень хочется, чтобы Общественный Совет был тот орган, который в хорошем смысле слова подсказывал, предлагал разного рода идеи. И самое главное, когда бывают разного рода спорные вопросы, Общественный Совет выскажет свою позицию. Все должны понимать, что это выверенное, правильное, грамотное управленческое решение. Татьяна Леонтьева, Алена Алексеева, Валерий Резюков, Республика. А 7 июля Чувашия примет 18-й федеральной Сабанту. Сейчас в Чебоксарах обустраивают площадку, на которой развернутся масштабные гуляния. Одна из них – территория возле монумента матери. Возле монумента матери покровительницы буквально на глазах вырастает татарское подворье. Рабочие возводят национальные избы, бани, мельницу. На все время праздника здесь поселится домашняя живность – лошади, гуси, куры. Рядом откроются лавочки с сувенирами. Гостей праздника будут угощать самыми вкусными блюдами татарской кухни. Но самое яркое и зрелищное – это национальная борьба кереш. Силачи будут бороться тут же на площадке. Ее как раз обустраивают. К нам съезжают гости из 41 регионов, наши друзья. И приезжают очень много профессиональных артистов, самодеятельных артистов. Федеральный Сабанту делится на нескольких частях. Конечно, главная сцена у него будет в центре, где наши, на Красной площади. А вот самые народные игры, это будет, конечно, все будет за моей спиной. Народные игры тут будут. Потом татарские селения, где прошли Сабантуи, наши национальные праздники Чувашьей республики. Это пять селений будут представлять. Преобразился и пешеходный мост, который ведет от Красной площади до монумента матери. Его украшают флаги 60 регионов страны. Это своеобразный портал, по которому гости смогут попасть из Чувашии в Татарстан. Организаторы обещают, что Сабантуй пройдет с невиданным размахом. Национальный праздник вновь объединит народы и города страны. У вас старый балкон, заменить или отремонтировать его поможет муниципальная программа развития жилищного строительства и сферы ЖКХ. Как она работает, об этом далее. Любоваться видами с балконов жители дома номер 3 по улице Гагарина не спешат. Трещины в основании бетонной плиты и облупленная краска на ржавых перилах. Возраст балкона в более 50 лет. Балконы требуют ремонта, крошатся. Когда балкон был без крыши, часто жильцы дома жаловались, что дождь, лужи на балконе, заливают, прокапают ниже этажом. Хочется, чтобы люди ходили спокойно и часть балконов с крыш на людей не падала. Падать ничего не будет, обещают в управлении жилфондом. Из 24 балконов ремонтируют 16. Другие жильцы починили своими силами. Строители укрепят плиты, заменят ограждения и остеклят балконы. На последних этажах установят козырьки. За качеством работ следят технодзор и специальная комиссия. Одно из главных условий муниципальной программы – софинансирование в размере 25% от общей суммы. Стоимость работы по этому дому порядка миллиона рублей. Жильцы платят 25% от сметы. Один балкон с учетом софинансирования порядка 16-17 тысяч жильцов. Скоро такие же работы начнутся еще по пяти адресам. Чтобы в вашем доме отремонтировали балконы, необходимо составить протокол общего собрания жильцов и передать его в столичное управление жилфондом. Татьяна Леонтьева, Алина Сусметова, Валерий Резюков, Республика. Поймать на феромоны как можно больше самцов. Жуков и сочей. Такая задача сейчас стоит перед сотрудниками Россельхознадзора. Эти насекомые портят древесину. И задача специалистов – выяснить карантинные участки леса, где в этом году их выявилось особенно много. Потому сколько за определенное время на феромонную ловушку попалось жуков, судя-то от численности популяции в данной местности. На сегодняшний день с помощью таких ловушек выявлены два карантинных лесных вредителя. Это черный сосновый усач и большой черный еловый усач. Опасно не тем, что поедают древесину. То есть поедают не только кору, но и портят саму структуру древесины. То есть при распространении данных вредителей на территории леса, лесоматериал уже полностью непригодный для применения. В местах, где жуков выявилось особенно много, объявляют карантин. Устраивают санитарную вырубку, сухостоя и ограничивают вывоз оттуда древесины. Звездный, березка, бригантина, росинка. У многих эти названия вызывают ностальгические воспоминания о школьных годах и летнем отдыхе. Вожатые из 10 студенческих педагогических отрядов собрались на 9-й республиканский фестиваль вожатского творчества в лагерь «Солнышко». Танцор, певец, психолог, педагог, фокусник и, наконец, друг. Вот далеко не полный список того, кем должен быть вожатый. Работа у ребят одновременно творческая и ответственная. Ведь именно от них зависит, захотят дети приезжать в лагерь или нет. На таких мероприятиях как раз наши вожатые показывают, на что они способны, как они могут работать. Не просто себя показывают, вожатые между собой общаются, отряды общаются, они учатся друг у друга, берут какие-то изюминки, интересные моменты и это их вдохновляет в дальнейшем на их работу. Неделя ночных репетиций, съемки и монтаж видеоролика, построение декораций, пошив костюмов и долгожданный финал. Конкурс требует много сил и времени. Победителей выбирают в четырех номинациях. Лучший эстрадный танец, видеоролик, сценический клип и арт-объект. Все команды поразили жюри калейдоскопом ярких образов и креатива. Здесь были и индийские танцоры, и эскимосы, Николай Басков и София Ротару и даже зомби. В результате почти все команды получили призы и подарки, а лучшие из лучших – гран-при фестиваля. В этом году уже не в первый раз его обладателями стал студенческий педагогический отряд «Волнари» из лагеря «Волна». Но мы это сделали! Праздник вожатского творчества удался на славу. А впереди – 10-й юбилейный фестиваль. Оксана Очкасова, Борис Андреев, Республика. В Батаревском районе около спортивного комплекса «Патер» открылось современное футбольное поле с искусственным покрытием. А житель села Батарева Юрий Белинов построил перед своим домом современную площадку для мини-футбола за свой счет. Теперь для тренировок юных футболистов есть все условия. Подробнее у Рифатов от Кулина. Зеленое поле для юных батаревских футболистов, как Таиланд для туристов – одно удовольствие. Целеустремленный Саша с товарищами по мячу методично оттачивает навыки на свеженькой 37-мм траве. Очень нравится. Мы тут часто играем с братом, с друзьями. Мне нравится футбол, но я от этого получаю удовольствие. Мне нравится пинать мяч, играть, с голы забивать. Тренировка. О чемпионате мира сейчас говорят все. Юные футболисты мечтают на нем оказаться. А пока тренируются на новом искусственном поле. Смотрят матчи по телевизору, а после идут пробовать свои силы. Я переживаю за сборную нашу, Россию. Все-таки поддержать хочется чем-то. Тоже хочется попасть в какой-нибудь большой футбол и начать хорошую карьеру игрока. Я думаю, что в чемпионате мира Россия победит. И в финале она встретится, допустим, со Францией и выиграет с учетом 2-0. Будущим звездам футбола поле пришлось по душе. О нем здесь мечтали давно. Футбольное поле хорошее по сравнению с все. Со старым на этом поле хорошо бегать, сцепление с газоном хорошее. Если упадешь, ничего не болит. У меня есть мечта попасть в московские ЦСКА. И что ты ради этого делаешь? Я ради этого тренируюсь каждый день, кроме воскресенья с 4 до 6. Новое поле обошлось в 10 миллионов рублей. Эти средства были выделены в рамках инвестиционного проекта по развитию физической культуры и спорта Чувашии. Футбольная площадка с размером 60 на 90 метров дает возможность принимать турниры республиканского уровня. Мне приятно, иногда тоже прохожу, смотрю, постоянно, целый день, вечером и ночью туда ребята играют. Я думаю, вот это самая большая радость. Когда что-нибудь там строишь, и от этого получается как бы результат, что необходимо на самом деле было, вот это нас радует. У нас и молодежная, и ветеранская сборная команда по футболу есть. И дальше будем развиваться. Выбежать во двор и поиграть в футбол – мечта любого мальчишки. Ребятам на улице Комарова, села Батырево повезло. У них во дворе появилась площадка для мини-футбола. Ее построил перед своим домом Юрий Белинов. Зажечь в ребятах азарт и привить им любовь к спорту, здоровому образу жизни – вот какую цель он преследует. Энтузиазму, энергии и трудолюбию Юрия Анатольевича можно только позавидовать. Всю конструкцию он сделал своими руками, помогали друзья. Поле оснащено профессиональным искусственным покрытием и надежным ограждением. Имеется освещение, видеонаблюдение и даже системы для обогрева. Поэтому играть и тренироваться здесь дети могут круглый год, причем абсолютно бесплатно. Футбольная площадка обошлась в 600 тысяч рублей. Это собственные деньги Юрия Белинова. Идея появилась еще в дальнем детстве, когда приходилось бегать по плохим полям, в плохих условиях. А чтобы дети вырешли хорошие мастеров, нужны хорошие поля, хорошие площадки. А особенно в начальном уровне детям нужны такие вот маленькие площадки, которые находятся недалеко от дома. Когда дети могут сами спокойно до них дойти, безопасно поиграть. И в этом возрасте именно прививается интерес детей к футболу. Потому что здесь как-то уютно, безопасно, все ограждено и даже сетка сверху есть. Играть сюда приходят не только местные, но и ребята из соседних дворов. Площадка универсальная. Тут же можно и мяч в кольцо бросить, и ракеткой по валану ударить. Есть батут и настольный теннис. В свободное от работы время Юрий Белинов сам тренирует ребят. Он признается, что делает все возможное, чтобы дети росли здоровыми и счастливыми. Рифат Фаткулин, Игорь Зверев, Республика. Это все, что мы успели рассказать вам сегодня. До свидания.